В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шилаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Изменения в штате на заседании Думского комитета рассмотрели вопрос о введении нового отдела в структуру городской администрации. Горячая пора для родителей будущих первоклассников. Как правильно подать заявление на зачисление в школу? Творческий подарок на юбилей воспитанник детской школы искусств номер два выступил с сольным концертом. Далее расскажем обо всем подробно. Уже в четверг состоится первое в этом году заседание городской думы. В ее повестку по большей части войдут технические вопросы приведения местных нормативно-правовых актов в соответствии с требованиями верхнего законодательства. Среди прочего депутаты рассмотрят изменения в план приватизации, перечень объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в полной реконструкции, а также новую структуру городской администрации. В этом году в структуре городской администрации появится новый отдел. Необходимость его создания связана с проектами производственной системы Росатома, среди которых в том числе системы «Умный Саров» и «Бережливый муниципалитет». Суть работы этого отдела будет заключаться в постоянном анализе существующих процессов в муниципальном секторе экономики и в муниципалитете. Соответственно, оптимизация этих процессов, подготовка нормативно-правовой базы, исключение необоснованных потерь, повышение эффективности и результативности работы муниципалитета. На сегодня в муниципалитете в рамках ПСР реализуется 89 проектов. В состав нового проектного управления войдут три человека. Это действующие сотрудники администрации. Вопрос о создании отдела депутаты вынесли на ближайшую сессию. На заседании Думы народные избранники также рассмотрят перечень объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, нуждающихся в полной реконструкции. Если перечень утвердят, в отношении обозначенных объектов будет рассмотрена возможность заключения консессионного соглашения. 1 февраля начнется прием документов на зачисление в первые классы школ города. Заявление можно будет подать непосредственно в образовательную организацию, в многофункциональный центр, а также через портал госуслуг. Родителям, которые решили подать документы через интернет, стоит обратить внимание, что для саровчан работает не федеральный, а только региональный сегмент портала госуслуг. Подробности далее. Создавать очереди в интернете за несколько месяцев и дежурить под дверьми школ больше не нужно. Самым эффективным способом подачи заявлений в первые классы уже давно признан портал госуслуг. Важно отметить, что в избежание проблем родителям будущих первоклассников стоит заходить не на федеральный, а на региональный сегмент сайта. Абсолютно не рекомендую родителям заходить через федеральный сегмент портала госуслуг, то есть набирать адрес госуслуги.ру. Если вы это сделаете, вы никогда там не сможете найти то, что необходимо сделать, дабы подать заявление. Подавая заявление через портал госуслуг, заходить через нижегородский его сегмент по адресу gu.nof.ru. Раньше через портал госуслуг достаточно было подать только заявление, а потом в течение трех дней донести все остальные документы в школу. Теперь вместе с заявлением на сайт требуется загрузить два вида документов. Это свидетельство о рождении ребенка, то есть документ, подтверждающий его личность. И второй – это паспорт родителя, законного представителя, одного из, ну, либо удостоверение личности. Стоит максимально ответственно отнестись к формированию пакета документов от будущих первоклассников. Большое внимание будет уделено подлинности прописке ребенка. Речь идет о территориях, закрепленных за гимназией и лицеями. Мы рекомендуем всем, кто подает заявление по территории закрепленных за образовательной организацией, подавать документы, подтверждающие проживание с ребенком по данной территории. А дальше уже родители могут выбирать, какой дополнительный документ в данном случае они могут приложить. Заявление на зачисление в первый класс необходимо подавать от того родителя, с которым ребенок прописан и проживает по конкретному адресу, относящемуся к той или иной школе. Поликлиника номер один проводит диспансеризацию взрослого населения для раннего выявления хронических заболеваний. В этом году осмотр могут пройти граждане с 1920 года по 98 год рождения. Тот, кто будет нуждаться в дополнительном обследовании, направляется на второй этап диспансеризации. Для предварительной записи необходимо обратиться по телефону 95512 или в кабинет номер 524. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Многодетные семьи и семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, приглашают в церковный гуманитарный склад. Сейчас там имеются одежда и обувь для детей и взрослых, канцелярские товары и игрушки. По заявкам выдаются детские кроватки и коляски, средства гигиены и ухода. В очень тяжелой ситуации семьям выдают продуктовые наборы. По предварительной договоренности можно получить бесплатную помощь юриста. Гуманитарный склад работает по адресу улица Пушкина, дом 24А, во дворе напротив здания детской школы искусств. В Саров приедет автор и ведущий передачи «Агитация и пропаганда». 4 февраля наш город посетит журналист и музыкант Константин Семин. Он получил известность как ведущий программы «Агитпроп», выходящий на канале «Россия-24», а также как автор документальных фильмов «Биохимия предательства», «Зерна и плевела» и других известных работ. Первая встреча с телеведущим состоится 4 февраля в библиотеке имени Маяковского и пройдет в формате «Открытые встречи». В следующий день, 5 февраля, Константин Семин расскажет о создании масштабного общественного проекта об отечественном образовании «Последний звонок». Саровчан приглашают на открытое первенство города по русскому жиму. Соревнования пройдут в четырех весовых категориях у мужчин и в двух у женщин. Заявки на участие будут принимать по телефону 70803 до 1 марта. Классическая гитарная музыка и джазовые композиции. Воспитанник детской школы искусств номер 2, а ныне студент музыкального колледжа имени Скрябина Евгений Козлов подготовил для своей альмаматор особенный подарок на юбилей. Он выступил на родной сцене с сольным концертом. Подробности в следующем репортаже. Детская школа искусств номер 2 Евгений Козлов отдал 8 лет своей жизни и не жалеет ни об одном из них. За это время молодой человек не просто научился играть на гитаре, он нашел то, чем хотел бы заниматься всю свою жизнь. Его сольный концерт, приуроченный к празднанию 25-го дня рождения школы, это особая форма благодарности за знание и тепло, которое ему здесь подарили преподаватели. По мнению его преподавателя Ирина Федельман, Евгений давно перегнал учителя в мастерстве и знаниях. Превзошел так, что мне приходилось очень часто обращаться в консерваторию. Когда мы учились здесь, учились в старших классах, я понимал, что я с такой программой взрослой. Мы играли взрослую программу. Мужчины 30 лет с ним выходили на сцену и они играли то же самое. Конкурсы, концерты, прослушивания во время учебы Евгения Козлова в дыше и номер 2 стали обычной практикой. Ежегодно молодой человек участвовал и побеждал более чем в 50 конкурсах самого разного уровня. Одной из самых ярких воспоминаний оставили Дельфийские игры. Здорово было, я был в первый раз на Дельфийских играх. Для меня это было новое, что вся эта вот общая компания музыкантов, людей, связанных с искусством, танцор и так далее, все варятся в одной вот этой вот общей такой большой кухне, да, в таком общем большом мероприятии и делают одно дело. Сам Евгений тяготеет к классической гитарной музыке, но рамок старается себе не ставить и с удовольствием слушает и играет и современные произведения. Любимый исторический период – начало 20 века. Именно в это время произошел скачок и развитие музыки. Начали появляться новые жанры и течения. В свой сольный концерт музыкант постарался собрать самые любимые композиции. Сольный концерт, он дает тебе понять, что ты смог подготовить большую программу полностью, которую ты не боишься вынести на публику. Это как такой праздник для музыканта, когда ты понимаешь, что ты очень долго занимался, занимался, и вот сейчас у тебя есть возможность показать все, что ты сделал, принести вот эту вот радость людям своей музыкой. Сегодня Евгений Козлов учится в музыкальном колледже имени Скрябина. И как только эта высота будет взята, он хочет реализоваться как сольный исполнитель и поездить с концертами по миру. По словам окружающих, для него это не вопрос возможности, а вопрос времени. Ученики театрального коллектива «Подростки» детской школы искусств номер 2 подготовили новую театральную постановку «Маленькие человечки». В основе сюжета лежит известная сказка о веселых и незаметных помощниках старого башмачника, о том, что добро и забота побеждают корысть и злобу. Традиционно спектакль показывают воспитанникам детских садов и школьникам нашего города. В немецкую сказку, знакомую всем с детства, ученики театрального отделения вдохнули новую жизнь, сделали спектакль живым и запоминающимся. Как признаются сами ребята, огромную помощь им оказали преподаватели. У нас замечательные режиссеры, которые нам все это ставят. Они нам объясняют много того, чего раньше не понимали. И учат искать в персонаже то, чего не видно с первого взгляда. В спектакле использованы аранжировки по мотивам средневековых музыкальных произведений. Некоторые песни юные артисты исполняют сами. «Да если кто не знает, то он, то он, то он большой голубес, то он, то он, то он большой голубес». Этот спектакль показали родным и друзьям юных актеров, воспитанникам детских садов и школьникам. Каждый раз ребята открывают для себя новые грани в постановке. Каждый раз у них как-то получается, наверное, веселее, открытие. Они находят новые мелодии, новые нюансы. И они понимают реакцию зрителя. У них получаться начинает еще лучше и лучше. В этот раз зрителями стали воспитанники детского сада номер 6. Ребята внимательно следили за развитием сюжета, радовались или огорчались вместе с героями. Я посмотрела театр и поняла, что нужно трудиться. Мне понравилось то, как человечки помогали сшить башмаки. Мне понравились маленькие человечки, потому что они помогали людям и песенки тоже понравились. Я понял, что нужно верить в чудеса и надо очень много трудиться. В середине февраля спектакль планируют перенести во второе здание Дышей номер 2 на Московской и показать воспитанникам детских садов и школьникам нового района. По всем вопросам звоните по телефону 951-84. Катание на пони – одно из любимых развлечений для городских детей, которым не хватает контактов с животными. В парке имени Зернова возродили старый аттракцион. Теперь каждые выходные мальчишки и девчонки могут не только прокатиться по аллеям на маленькой лошадке-бусинке, но и принести ей вкусное лакомство. Новый аттракцион появился в парке культуры и отдыха имени Зернова в прошлом году. Пони с тележкой подарил в честь 70-летия парка депутат законодательного собрания Юрий Якимов. С помощью его финансовой поддержки стало возможным возобновление данного аттракциона на нашей территории. Ведь в 80-70-е годы в парке культуры и отдыха было даже целых четыре пони, которые катались детей. Но жили в тот момент они, естественно, на территории парка. Бусинка в течение недели живет на территории конно-спортивного клуба за городом. В выходные ее привозят на работу. Прокатиться по центральной аллее в тележке, которая везет пони, могут дети от трех лет. Дети, естественно, с большим восторгом и популярностью отзываются на данный аттракцион. Практически он пользуется в период зимы очень большой популярностью. Пони катает детей каждые выходные с 11 до 15 часов, если позволяет погода. Маленькие посетители парка могут принести для бусинки угощения. Очень любит жесткие овощи, фрукты, яблоки, морковь, свеклу, да, чем она радостно подкармливается на территории парка. И по своему характеру она очень своеобразная и очень любит катать маленьких гостей в парке. И практически не хочет уходить с территории. Поэтому у нас иногда даже возникают небольшие сложности с ее транспортировкой назад к месту проживания. А еще у нашей буси есть же ребенок. Зовут его Безе. Сейчас Безе в конюшне ждет, пока мама вернется с работы. А вообще сотрудники парка нам рассказали, что Безе тоже в скором времени присоединится к маме и будет катать детка по парку. Екатерина Пенова, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24. Зимородок вновь собирает под свое крыло любителей авторской песни. В этом году межрегиональный молодежный фестиваль пройдет в 31 раз. На базе отдыха «Гайдар» встретятся музыканты нескольких регионов страны. Кроме обширной музыкальной программы, участников ожидают многочисленные мастер-классы, которые проведут известные исполнители авторской песни. В фестивале «Зимородок» примут участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет. Им предстоит побороться за победу в нескольких номинациях. Лучшая авторская песня, поэтическое произведение, сольное пение, исполнение дуэтом, а также лучшее коллективное исполнение. Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого войдут представители клуба «Самодеятельные песни поиск», а также гости, фестивали и руководители делегаций из городов России. Главное жюри тоже практически неизменно. У нас есть очень хорошие друзья, которые к нам ездят много лет. И именно потому, что фестиваль организовываем мы, саровчане, и будут еще и наши. В 31-м молодежном фестивале примут участие более 300 человек из разных уголков России – Сыктывкара, Москвы, Санкт-Петербурга и других. Всех любителей авторской самодеятельной песни ждут творческие площадки, мастер-классы от победителей фестиваля прошлых лет, а также концертные программы. Мы придумали практически идеальный фестиваль. Хотелось бы изменения внести, но уже настолько все вроде как хорошо. У нас очень слаженная команда, уже много лет существует, каждый знает свои обязанности. И в принципе сейчас это не так тяжело именно с точки зрения организации сбора людей. Но иногда возникают сложности именно в административной части. Фестиваль «Зимородок» стартует 31 января на базе отдыха «Гайдар». Ознакомиться с расписанием концертной программы можно на сайте клуба «Самодеятельные песни поиск» или на сайте Департамента по делам молодежи и спорта. Ирина Вышегородцева, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова